Осень. В моем крае леса преображаются. Ходовая охота становится очень интересной и захватывающей. Охотник, идя в лес за трофеем, никогда не знает, как сложится его путь, каким будет его охота. А я люблю ходить в новые места, и поэтому каждый путь для меня, каждая охота для меня это серьезное испытание. В этом сезоне я отправился в тайгу за лечением, отправился в тайгу за интересными видами, кадрами для вас, для себя. Карельская тайга ничто не восстанавливает и не умиротворяет нас, как прекрасные виды Карельской северной тайги. Всем желаю провести время так, как провел я. Карельская тайга, это очень здорово и очень классно. Карельская тайга, она по-своему захватывающая, и если побывал там хоть раз, никогда она у тебя не уйдет из головы. Ворох событий и разных случаев на охоте заставляет нас возвращаться в леса вновь и вновь. Так что, корешочки мои драгоценные, призываю вас всех ходить в тайгу, сидеть около костров, вдыхать прекрасные запахи хвои, пхов, наслаждаться видами нашей прекрасной родной тайги. Корешочки мои драгоценные. Ну что, я начинаю выздоравливать от этого проклятого коронавируса. Вот, и сегодня такое знаменательное событие. Я немножко начинаю чувствовать, ну не немножко, а наверное уже, не знаю, сегодня узнаем. Я начинаю чувствовать вкусы, запахи. Ну вкусы у меня не пропадали, но без запаха вкус тяжело определить. Поэтому у меня сегодня я набрал всяких вкусняшек и даже алкоголь, друзья. Даже алкоголь, потому что я соскучился по вкусам, по... Ну в общем, я же такой любитель что-нибудь пожевать. Вот, сегодня значит мы находимся в таком месте. Оно очень классное. Я плыл сюда на лодке, доплыл на лодке и вот уже иду, ну несколько километров. В общем, все очень круто, места классные, но пока что еще с дичью какие-то проблемы. Ну вот я вижу, ночевали. Где-то? Ну вот я вижу, ночевали глухари. Ну это было, это даже кополухи по мед. Ну это была лунка. Вот тут, 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 то есть несколько штук было. Вот, значит цель, задача, цель этого моего похода такая. Во-первых, насладиться прекрасной природой. Во-вторых, здесь никто не ездит на машине. Я иду по дороге, иду тихонечко, иду потихонечку, дышу, кайфую, свищу рябчика. Короче, надеюсь, надеюсь, что будет какая-то дичь. Я когда уходил, батя мне, вчера вернее, ну да, вчера батя мне сказал, добыть мне рябчика. Хочу говорить, суп с рябчика. Вот перестепенная задача добыть батя рябчика. Со мной ВПО-208, дробовые патроны и не только дробовые, всякие. И будем надеяться, что кого-то мы сегодня добудем. Но первостепенная задача, это будет костерочек, будет чаечек таежный, все будет. Но пока что идем, не теряем времени. Вот. И дай бог вам всем здоровья, друзья. И наслаждайтесь, пожалуйста, природой, как наслаждаюсь я. Я вот иду, знаете, как губка, как губка впитываю тут все. Вот дерево, смотрю, какое классное. Потом какие-то муравейники, да, вот такие вот на заднем плане классные. То есть, ну, иду кайфую, реально кайфую от леса. Давно в лесу не был, лечился, было тяжело. Реально, вот много из моих друзей заболели, мы как-то так вот все вместе. И я, по-моему, хуже всех, хуже всех чувствую, чувствовал вернее себя. Вот. Было очень тяжело, но я пока что справляюсь. Так что пойдем, друзья, посмотрим, поглядим, узнаем, что да как. Смотрите, друзья, там на дереве что-то такое. То ли гнездо еще какое-то здоровое. Я не знаю, что это. То тут костер жалей. Сухарина такая здоровая. А то вот интересно, кто это мог бы сделать. Первый раз такое вижу. В лесу темновато, так что... Так что имейте в виду. Вот, видите, кто-то затески составил. В таких лесах чувствуешь себя, как какой-то, не знаю, плохой. В общем, ну, не человечество, типа не венец природы, да? Хрен знает кем. Вот, посмотрите. На березе что это у нас? Чага или уже кап? Это уже кап. Упавшее дерево. Уходим. Еще раз повторяю. Каждый, каждый шаг мне дается тяжело. Потому что болезнь такая серьезная. Но потихонечку. Сейчас самое главное выйдем на дорогу. И без понтов. Без всяких. Пойдем по дорожке. Дорога ни кем не ездена. Потому что провалены мосты и болото. Ох, какое болото. Ой, сколько черники. Ёб, макарек. Ух ты. Сейчас, наверное, через болото перейду и зайду в борт. Там уже найду дорогу. Где-то здесь должна быть. Хотя здесь мне очень нравится идти. Надо выходить на дорогу. Красота и контраст здешних мест просто зашкаливают. Почему я это говорю. Ведь я здесь первый раз. Но я уже вижу. Сзади нас прекрасный, богатый. С преобладанием елки лес. Потом красивейшее болото. Очень интересное. Сами видите. И впереди мы видим материк. Остров. Материк, короче, берег. Да, он весь в Беломошнике. И я думаю, что там будет очень круто. Я обожаю Беломошные места. Обожаю там бывать и их показывать вам. Просто смотрите. Почему я так... Почему я так с восхищением говорю про эти места. Да потому что мой батька здесь ходил. Молодые мужики в поселке. Когда не было техники. Ну, как у меня. Когда не было техники. Когда было непреодолимое желание пойти в лес поохотиться с батиной одностволкой, которая давала осечки. Они ходили сюда. Прошло время. И я хожу сюда. Ну, то есть пришел первый раз. Они, конечно, были помоложе пацанами. Но их жизнь была другая. Смотрите, какая красота, друзья. Вы не обращайте внимания на мое дыхание. Потому что коронавирус... Он такое дело. Сильные нагрузки, конечно, не буду давать. Поэтому иду. Сейчас на дорожнику выйдем. Она где-то здесь должна быть. И по ней далеко-далеко нам уйти с вами. Как я сюда забирался? Я вообще молчу. Это... Цирк. Шапито-Рояль. Когда я уходил, батя мне сказал, сын, добыть мне рябчика. И поэтому задача усложнилась. И теперь первостепенная задача добыть пару рябчиков. Взял я с собой обед. Будем долго в лесу находиться. Я, честно, друзья, вам скажу, что давным-давно не был в лесу. Потому что он берег свое здоровье. Потому что болел и боялся. Не дай бог усложнится или еще что-то. Посмотрите, идет дождь. И вот такое болото. Ну, про болото я вам уже показывал, рассказывал. По болоту я хожу. Тут, возможно, косачи атакуются. Смотрите, какое место интересное. Но эти места весной становятся недоступны. Зимой вот все, что мы увидим. Попиленные деревья. Это сухаристы на снегоходах. Эти люди проедут везде и всегда. Ну, потому что это их заработок. Ладно, тихонько и входим в лес. Так. Ух ты, куда меня занесло-то. Ё-моё. Сапог. Левый сапог дырявый. Ух ты. Ух ты, блин. Ух ты, блин. Первое препятствие. Так, ладно, блин, сапог дырявый. Друзья, нога левая уже мокрая. Ё-моё, чего же он так течет-то? Я думал, не течет. Входим в лес. Это прекрасно. Была бы погода, еще солнышко. Так хочется услышать, знаете, вот это биение крыльев глухаря. С моим кашлем я не знаю, как я буду подбираться, но объясняю. В таком лесу, вот в таком лесу, вот кто-то там говорит, без собаки невозможно, глухари эти терева, все возможно. Не то, что возможно, а в таком лесу очень просто. Глухарь обычно спархивает и садится вот так вот, в десяти метрах, где-то вот на такую сухарь. Видите, которая посреди кадра. И все. Вот тебе, пожалуйста, добыча. Я наоборот считаю, что очень просто. Видите, смотрите, какое дерево. Витое вот такое. Интересное. А, это сухарина, как козырная. Пока что ничего не видно. Ничего интересного. Но эти места классные. На снегоходе здесь бы... Ох, какое дерево. Сухарник. На снегоходе бы здесь... Ух ты, и вон сухарина. А что это мне тут сухарник не берет, что ли? Ну, на снегоходе бы, друзья, сюда залететь. Это было бы классно. Идти хорошо. Подстилка вот такая. Но рябцов почему-то нет. Ну, ладно, смотрите, что будет дальше. Прямая линия туда. Сейчас, смотрите. И прямая туда. Но я думаю, что можно уловить в кадре. Это, друзья, называется визира. Визира. По ним многие охотники ходили, охотились. Но зимой тоже. Но это, знаете, грубо говоря, как прорубленное место. О, смотрите. Класс. Вот это хорошо. Вот это мне нравится. Смотрю просто на выворотню. Видите, упало так дерево и зажало. Смотрю на выворотню и, ну, не вижу, что активность птицы. Не вижу. Не вижу пока что. Хотя вот, смотрите. Какаха глухаря. Вот она. Вот она. Пожалуйста. Ну, что-то, значит, клюют. Значит, есть. Хорошо, хорошо. Глухаря бы. Ну, друзья. Идя за рябчиком, знаете, что, может быть, попадется глухарь. Такое дело. Я рад, очень рад. Я же думал, что мне было очень плохо. Я очень болел сильно. А сегодня я почему вышел? Это, ну, типа в честь праздника. Знаете почему? Потому что ко мне начало возвращаться обоняние. И я так аккуратненько пробую разные, ну, продукты. И такой, ой, это чувствую. Ой, это чувствую. Вкусы у меня не сильно пропадали. Вот. У жены пропали и вкусы, и запахи. А у меня пропал только запах. Но вкус без запаха, как бы, тоже сложно немножко. Вот, и поэтому такие вот дела. Так, ладно, смотрите. Вот такая вот дорога. Вы не поверите, но по ней никто не ездит. Потому что впереди болото и мосты. И их, ну, они затопленные. И вот это вот все. Вот это вот все. В моем распоряжении. В нашем с вами. Поэтому просто сейчас потихонечку пойдем по краю. Идти очень далеко. Время. Время 9 утра. 9 утра. Ну, я вышел. Как бы... Видите, как бы на дереве кто-то сидит. Вот. Время 9 утра. Ну, и я иду с надеждой добыть птицу. Погулять. Ну, и покайфовать. Видите, друзья. Вот это вот занимались сухаристы. Почему я так определил? Потому что забран ствол дерева. Видно, окамливали. Ну, то есть, большая палка такая. Деревяк. Его отрезали. Забрали ту вещь, которая пойдет на фундамент. Или, ну, на венец дома. И уехали. Ну, в общем, вот так. Ладно, идем дальше. Ну, для меня этот поход очень важный. Это первый поход после болезни. Я наслаждаюсь. Я дышу. Я живу, друзья. Дай бог вам тоже никому не болеть. Особенно этой заразой. Вот. Такие дела. Ладно, идем, смотрим. Хочу крепко посвистеть. Очень хочу. Черно. Творческое. Черно. Творческое. Сейчас вы увидите вот это вот, вот это вот, это признак Кормление глухаря, он отщипывает вот такие вот веточки и бросает Просто я шел, было свободно, но по дороге такого не было И тут в одном месте, то есть он здесь кормится, друзья Может быть опытные охотники мне напишут Что ты фуфлоном толкаешь? Но, друзья, я не опытный охотник, не считаю себя таким И, ну, я не промысловик, в тайге не живу там, знаете И поэтому я выхожу, как многие из тех, кто смотрит мой канал Почему мы на одной волне? Потому что я, как многие эти люди, а эти люди, как я, мы выходим И вот так вот по лесу ходим И иногда забываем, что мы охотимся Мы просто, о, дерево, о, там, блин, то, сё, муровейник там, знаете Такие вот темы Ладно В таких лесах надо идти, смотреть по верхушкам Дичь может сидеть просто, ну, сидеть, наблюдать Кто там ходит по дороге Нет, так бывает, так бывает Не надо думать, что... Ну, давайте будем говорить про самый желанный мой трофей Это глухаря Вот Бывает, бывает Я, бывает, просто шел по дороге Было, было у меня Просто шел по дороге, впереди дерево Большое такое, очень высокое Я смотрю на нем, ну, крыльями Маша, это этот ворон, думаю, ё-моё Чё там ворон-то делает Смотрю, клюв белый Я прицелился, метров, наверное, было 50 Ну Я прицелился, просто шел по дороге, вот как сейчас И выстрелил И добыл глухаря И я был очень рад Ни следов, ни медведя, ни ося Вот, друзья, еще одно порхалище Ну, это так называемый выборотень Вот Ну, видно, что птица здесь есть И вот еще одно рядом Может быть, большой выводок в одном месте просто Вот Мог раскидан Ну Видно, видно, вот там он Выбирает Вы не думайте, что Я это показываю там просто так Или еще что-то По этим порталищам Можно определить, какая птица Ну, примерно Сколько Как Что В общем Такие вот дела Посмотрите, давным-давно свалили вот такое дерево большое И Так почему-то оставили А начали пилить, скорее всего Оно гнилое Так и оставили Ну, это было давным-давно Вот, видите, они пилили, проверяли Одна, вон, вторая Вторая, вторая была хорошая Видите, забрали Ну, это сухаристый 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 Птицы здесь порхалище устроили Видите, корни высохли, вымокли И упало Болото дунуло и все Болото здесь, конечно, большое Ладно, идем дальше Прошел я уже Около 7 километров Ничего никого вообще То есть Вообще Посмотрите, вот такие вот виды Такие вот дороги Обычно, знаете, как бывает Ну, как бывает Идешь там, опа, кто-то поднялся Еще там кто-то поднялся Что-то еще, еще Ну, то есть, а тут Какая-то вообще Непонятная Вот это вот здоровый остров Он очень тоже интересный, но на него времени нет Потому что идти далеко Ладно, иду посвистываю Ну и Батя же надо рябчик Смотрите, друзья Октябрь месяц А тут у нас Притаился белячок Друзья Только что видел Два рябчика Спорхнули Сейчас попробуем посидеть Здесь посвистеть Ну, либо будем подходить потихоньку В общем, попробуем Это очень интересно И уходим сюда, в край Пока они ответят Даже можно ружье не доставать Друзья, а это неужели Это муравейник Смотрите, какой здоровый В большом пне Представляете, да Вот так, если в разрезе Там пне Всякие вещи происходят муравейные Посмотрите, какой здоровый А я иду, что-то Ну, не вижу муравейников Нету и нету Ерунда какая-то Ладно, рябчики были Что-то как-то Спорхнули, повлетали Идем дальше Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Друзья, блин, нету камеры с зумом На той стороне болота Большая стая тетюрьевов Сидит на деревьях Может быть Обойти Попробовать поохотиться Камуфляж есть Сейчас я посмотрю по карте Куда загибает Блин, ну нереально Я в бинокль смотрю И такой удивился У меня еще в бинокле Вон, отвалился этот Как его? Отвалилась Блин, косачи-косачи Ще класс Да, я сейчас зайду Сейчас получается Загибает туда И вот по тому этому Лесу я пройду где-то Ну, с 500 метров И посмотрим Еще посмотрю Друзья 12 штук Пока что я насчитал 12 тетеревов Но у меня тут проблема Как-то Как мне многие говорят Бинокль это понты Это понты Вот сейчас вот без бинокля Друзья Я бы нифига не увидел Реально Это, конечно Редкий случай Сегодня произошел Когда бинокль мне Действительно пригодился Но это так Это хорошо, друзья Сейчас вот так вот Тетерева Я даже не ожидал Вот до них 400 метров Друзья, до них 400 метров Они по-любому меня срисовали Вот нет камеры, знаете Которые приближают Ну, вы представляете 50 камер с собой Ну, даже 2 Две камеры с собой носить Это уже слишком Вон они сидят Жирненькие Значит, сейчас я по краю леса Блин, прям к ним встаю Приду Недалеко вон Блин И высоко сидят И низко И, видать И на болоте кормятся Все Всталость И так далее Все как рукой снило Я, наверное, знаете, что сделаю Сейчас рюкзак оставлю на дороге Бинокль оставлю на дороге И, ну, и пойду Буду подбираться долго Камеру на голову одену Ну, чтобы вам показать Показать Вот они там Ждут меня А я жду Хорошая охота на Тетеревод Вот видите Я поэтому не люблю Вот эти вот все передачи Про охотников Или рыбоклов Типа Вот Мы сейчас выдвигаемся У нас будет охота На глухаря Да, блин Ну, охота может быть На кого угодно В жизни так бывает А в кино, да Можно там На глухаря сказать Там На Тетерево Еще что-то Долго его искать Не находить Снимать дубли А можно вот так Вот реальную жизнь Показывать на Ютубе Что-то я стрепенулся аж весь Ладно, будем подходить А, блин, сложно Сложно На этом Очень круто Вот Какая-то дорога вправо пошла Чего себе А тут что-то все разрыто Мишань разрывал Смотрите, есть скоба такая в него Смотрите Смотрите Эскоба такая Видите Чего-то не поедало Это дерево, конечно Чего-то не поедало Максимально тихо Максимально Максимально тихо Конечно Сюда не проехать Сюда не проехать, друзья Мост Моста попросту нет Тут можно посвятить Посвятить рябчик Это на обратном пути Потому что сейчас На данной задаче Вот Видите, друзья Был мост И его вот так вот Многими-многими летами Это же меня еле держит Ну да Тут уже все Ну как тут Тут уже не проедешь На автомобиле Начинает и быть Начинает, друзья Происходить интересные вещи Вода колодезная Ох, если бы Я не болел Ой, колодезная Вода Вода родниковая Если бы я не болел Сейчас бы как намахнул Водиться Так, ладно Сейчас скоро будем заходить В нашу тетереван Слушай, речек такой течет Тут рябца Надо посвистеть Так, ну что там у нас Ну что там у нас Может к ней подбираться Тоже лес такой Блин, дерева Они, конечно же, от меня улетят Конечно же, у меня не получится Но Пока это не произошло Пока они меня не обманули Пока они не улетели Пока они не улетели Я Попробую Сейчас где-нибудь здесь Надо рюкзак повесить На дерево Так Вот они меня сейчас Наверное, могут срисовать Надо аккуратно заходить Вот это места, друзья Они, кстати, может уже улетели Хорошо бы, конечно, глянуть Так, ладно Все Здесь я вешаю рюкзак Друзья, когда я вешаю Когда оставляйте свои вещи Особенно в незнакомом лесу Обязательно помечайте Либо красный, либо оранжевый Вот как у меня синий Поджопником В общем, все Сейчас я выдвигаюсь Сейчас я заправлю Все Сделаю, чтобы меня Ничего не отвлекало По дороге Вы понимаете? Сейчас таким адреналином Надо дойти туда Во-первых Вообще Пытаться попасть еще Это очень интересно Ладно Цепляю камеру На голову И поперли Блин, там погульник Погульник Хреново Это хреново Лес Лес еще предательский Погульник Очень хреновый Вот я иду По какой-то тропке Очень шумно иду Не вижу Друзья, они вижу Улетели что ли Нету 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 На деревьях Не буду Хреново Нету Как доказать вам Что они здесь были А то же Ну, некоторые не поверят Скажут, что я Фло прогнал Реально Подкрадывался Подбирался Сидели Вот на этом Перешейке Ну, куда-то Ну, без бинокля Не взял бинокль Думаю, будет мешать Может туда Слетели Может здесь Где Ладно Блин, обидно Вот сидели на деревьях Так классно Я прям бинокль Стрельнул Так Уже добыл почти Блин Еще Такую дорогу Домой идти Ну, ладно Сейчас пойдем По этому краю болот Ну, не домой А до рюкзака Ладно, что Ну, это вот охота Это вот охота Вот голубик Клюют Ладно Пойдем По тому краю Может Какой Замешка Сада Вот сидели здесь Я вон С того берега Когда ревел Их видел Жалко, что вам Не получилось Показать Сидели Такие бутусики Толстяфики Сидели Ждали Типа меня Ну, а я Типа Не смог Вот и все Хух, друзья Что-то подустало Сейчас, значит Здесь будем Хотел там Под крутым деревом Под красивым Сделать Привал Но Не получается Ветер Между болотами Сильный Все мокрое В лесу Можно, конечно Так и не делать Но все равно Я сделаю Вот здесь Растерочек Так, сейчас я возьму Друзья Топор И пойду Заготовлю В принципе Нам не нужен Большой костер Не нужен Поэтому Сейчас Чисто так Смолечочек Что-нибудь такое Надо найти Пень Вот вы говорите Многие из вас Говорят мне Возьми Там эту Березовую Кору Вот береза Есть Но она Очень маленькая Ну Маленькие Березки Да и не хочется Зачем Тогда можно Найти пень Его поступать И все Ладно Уже не буду показывать Пойду Сделаю И покажу Вот он Друзья Пень Видно Что горело Как я и говорил Спина Сейчас Просто Все Мокрое Поэтому Немножко Надо будет Его Расчеперить А так При Когда Без Дождя Без Дождя Да без Всего Это идеально Сил Друзья Вообще Что-то Меня Смущает Такой Смоляк Конечно Который Не Смоляк Вовсе Вовсе Но Попробуем Не Очень Смолистый Пень Поэтому Будет Трудности Сейчас Будет Что-то Друзья Такая Усталость На меня Накатила Что Прям Аж Не мог Костер Развустим Тепло Около Костра Блин Как мне давно Этого Не хватало Запах Костра Ё-моё Запах Котелка Вообще Еда Ой Еда Вкусная Так Теперь Друзья Пойдем Пойдем Заводиться Это у нас Это у нас Такой Ручеек Крутой Вода Темная Уже Как чай Ё-моё Вот Вот он Идет Простой Ручей Простой Ручей И Все И Уже Не Проехать Друзья Друзья Все Нюхаю Даже Хотел Воду Понюхать Но Это Уже Слишком О Какие Кадры Классные Так Сейчас Подождите Еще Забыл Тагановчик Хорошо Он Сырой Так Тагановчик Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... А у меня сегодня, друзья... У меня сегодня, раз уж я стал чувствовать вкусы, у меня сегодня прекрасное сальцо... Сальцо сейчас порежем... Ох, вкуснямба... Сальцо... Хлеб славянский... Я, конечно... Очень устал, но... Сейчас после всего этого у меня будет сильный, сильный... Сильный аппетит... Режу большими кусками... Чеснок, друзья, обязательно... Потому что вкус сейчас вот прям... Я специально, знаете, что... Ну, дома, когда кофе пил, унюхал... Унюхал... И понял, что я начинаю чувствовать назад... Ну, вкусы... И вы думаете, да, что я, типа... Ну, я знаю уже все вкусы... Нифига... Я... Сразу же влез... И чтобы... Понимаете, нельзя сыграть такие чувства... Нельзя... А-а-а-а... Чеснок... Я не знал, что буду радоваться... Этой... Запаху... Запаху чеснока... Вот так вот... Все вкусы... Я могу ощутить теперь... Я рад... Потому что... Кто-то я слышал, что люди теряют обоняние... Ну, надолго... На 8 месяцев... Кто-то больше... Ну, больше, по-моему, не было прецедентов... Вот только так... Так, чеснок почищен... Чай... Какая-то птичь какая-то от меня... Встречает... Аххе... я думаю что кину прям в кружку прям в кружку ну и не филя потом уберу да и все оба так чай пакет не видно что здесь кто-то разворачиваться чтобы сюда доезжали друзья ну нет такого сейчас порежем сальца такие прям буду кусками большими тоненько так тоненько но но широко ой друзья сало ё-моё я две недели по моему две недели я нихрена не чувствовал плохо мне было не так уж ну много дней но две недели я не чувствую да я еще не все и чувствую но есть пока что все знаете вот хвою сегодня нюхал где-то да я идет там вдалеке ну друзья раз уж я стал чувствовать запахи друзья то мне когда я еще болел друзья из ну не скажу откуда в общем друзья прислали вот такой коньяк командирский командирский я специально его взял они мне прислали несколько бутылок сейчас его употреблю употреблю а теперь я когда стал чувствовать я думаю блин вот попробовать что за коньяк хотя сейчас будем пробовать друзья а вот честно говоря я его уже попробовал конечно вчера когда у меня уже ну когда я начинал нюхать чувствовать сейчас нальем попробуем может быть кому-то это не нравится то что там алкоголь или еще что то но вы просто не понимаете какая у меня радость радость от того что я чувствую что я могу чувствовать нюхать блин ё-моё это это очень классно я порах я после выстрела я ну уже не первый раз выхожу тоже я порах чувствовал как бы ну сгоревшим очень классно ладно друзья давайте хочу выпить за ваше здоровье чтобы вы все были здоровы будьте здоровы и ну не болейте потому что болеть плохо любой болезнью любой болезнью и и и быть таким ну что ли как как сказать больным слабым очень тяжело особенно мужчине вот так что ваше здоровье друзья снять она а так друзья представляете ешь продукты и как будто вату очень хороший коньяк я вам скажу рекомендую коньячок сейчас скоро чайочек коньячок чайочек видите у меня как я скоро чайочек скипит налью чайочку сейчас очень важно мне пить хорошие прям продукты есть их потому что организм ослаблен и ну я имею ввиду даже даже с алкоголем вот организм ослаблен и хрен его знает как что можно воспринять коньяк идет вот такой вот упаковке коньяк командирский я почему в коробке ли ношу чтобы не разбился уж у меня там патроны и так далее про коньяк друзья хочу сказать что ну можно там говорить букет и какой букет там и так далее какой там он какого урожая там еще что то но я простой человек и смотрят меня тоже простые люди такие как вы я скажу такое так что главное чтобы качественная была продукция качественная вот когда качественная тогда и ну хорошо в принципе это главное а эта продукция качественная я вот потребляю просто многие меня спрашивают чё пьешь чё там чё как чё в лес берешь вот я и рассказываю никакой не рекламы ничего мне друзья прислали ну вы знаете эту историю коньяк я взял с собой не для питья там какого-то просто и ну я уже рассказывал чтобы ощутить вкусы чтобы ну отпраздновать так сказать ну как отправлять ну да отметить это событие что я вышел в лес что я смог я делал несколько попыток и у меня друзья не получалось ну ходить не получалось тяжело ну кашель все дела надо налить третью третью за здоровье и все чуть-чуть а то что-то я большие наливаю и все и убираем и понесем до дому вкусный хороший здоровский коньяк командирский вот друзья что-то ветер разгулялся дым крутит ладно я уже коньячок три три рюмочки выпил все больше не надо насладился вкусом прекрасным обалдел ну и вот серьезно больше не надо так костер мне не нравится ладно будем пить чай так с брусничкой так что друзья будьте здоровы не болейте пожалуйста чесноком пахнет все друзья костер тушим все друзья костер тушим все этого более чем хватит ну все друзья покушали поели поели я вам рассказал свой секрет но не секрет свою радость о том что я стал чувствовать запахи до ерунда какая но в нашей в нашем мире в наших реалиях это на самом деле очень такой радостный момент потому что из-за коронавируса вот все значит отправляемся посмотрим что будет дальше проследуем дальше нашу маршруту мне понравилось это была охота на детей ревов именно вот эта охота охота это не когда там стреляешь добываешь а вот это пришел шел с такой надеждой и обломался разочаровался но птица умнее значит 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 хорошо но меня увидели за 400 метров наверное подумали там ну что мол может быть опасно сидели пока я тут мешкался тоже и все выходим на дорогу видите вот так вот деревья упавшие тут никто не ездит никто ничего но интересно вот видите тоже большое порхалище и тоже тоже видно но видно я отсюда вижу что свежие ладно идем дальше все сейчас уже идут дикие места ну видно уже по дичи начинает появляться так то конечно я думал что здесь вдоль дороги будет клондайк глухаринный и так далее но это не поезда да все что если то есть а и это вот и а это как и и что и ё-моё друзья лес конечно шикарный посмотрите просто что-то такие бугорочки блин класс класс но дичи пока не вижу у друзья собственно говоря дошел я до мест который меня рисовали посмотрите это бывшие поля это были колхозные но никогда ну совхозные совхозные поля вот и сейчас мы упрёмся с вами в одну и из рек карельских наш ну собственно говоря развернемся и пойдем домой назад мы пойдем пол дороги значит будет по старому маршруту а пол дороги я пойду по другому так что надеюсь что что-то будет интересно да и вообще может быть интересный как угодно в общем пока что не пока что за всю дорогу увидел только тетеревов не смог к ним подобраться то есть подобрался они слетели раньше ну их дело так вот тут все грибы поедем и так интересно тем это не тем ли самым в общем как то почему я стал хотеть попасть в эти места потому что мы один раз проезжали на лодке здесь мы ездим на лодке на рыбалку далекие места и я увидел два джипа стояла на берегу land cruiser prado 150 по моему я ну начал задаваться вопросом изучать как они сюда попали как вообще что и так далее и тому подобное ну вот спустя каких-то несколько лет и уже я здесь пешком конечно же не на линон крузере правда но дело такое вот оно друзья это место вот старый лабаз здесь был сделан то ли медведя на овсах не знаю кого то ждали вот но вот собственно говоря выход на реку здесь была переправа здесь была переправа подъезжал трактор вот беларусь вот стать от него колесо подъезжал трактор переправлялся переплавлялся на тот берег ну и забирал естественно сено посмотрите сделано вот такая вот тут кстати раньше было грязно сейчас хорошо сделано вот такой вот шалашик вот оно колесо трактора его почему-то раньше не видел вот это грибы оставила чем-то не растут кора лавочки все дела сейчас друзья покажу старинное строение ну не старинная старая в общем здесь ночевали сенокозчики сенокозчики те кто занимались кошением сена это были представители карельского народа потому что у них поселке их ним национальным которому около 500 лет у них как раз таки было сюда вот это вот совхоз подсобная не совхоз говорю так совхоз посадить все что осталось от защитного строения попили на порезанного на доске вот такое вот было интересно кирпичи вида печка какая-то труба ну да была печка вырвана тоже а вот и солнышко на встречаю друзья класс ладно пойдем пойдем это хорошо чет под осталось конечно но рябочков нет странно странно везде есть а здесь нет я пока сюда ехал они свистят по берегам на лодке и двигался посмотрите вот такой вот цивилизация туалет знать еще друзья идешь и хита запахи чувствуешь кто не болел коронавирусом но обычно как правило человек когда болеет коронавирусом он теряет обоняние но и вкусы не по ним не чувствует кто-то надолго теряет а я потерял но опять обрел их сейчас иду и вы ну так интересно мы живем друзья с нашими чувствами с нашими совсем этим багажом до ну человеческих так сказать штук всяких и мы не чувствуем то есть мы не ценим это мы не ценим что можем понюхать мы не ценим что можем понюхать траву которая ничем не пахнет мы не ценим что можем понюхать еловые иголки мы ни хрена не ценим пока не решимся пока не лишимся этих чувств а вот когда решаемся тогда начинаем ценить и пойму где все ряпчики вот пуску что ну что ж друзья и здесь я полазил здесь такие бывшие поля интересно так ну я здесь первый раз хотя они у меня под носом всегда были вот кто-то убит нахитziehно тоже никого вообще не признака не знаю с чем связана муравейник он выкопан не знаю всем связана наверное ну может быть ну может быть что-то с погодой или с временными какими то года время на именно ну время года связан не понимаю обычно но очень много очень много Вот чага. Смотрите, обычно очень много дичи в это время. Вот чага. Брать не буду, потому что далеко очень идти. Можно за чагой съездить специально и гораздо проще ее добыть, так сказать. Как заболел, как потерял нюх свой, да, и думал, когда начнет возвращаться, я пойду в лес, обязательно сделаю эту процедуру. Вот она вот такая. Вот они здесь. Сейчас я их разодорю, муравьиш. Смотрите, муравьев мало, а все равно. Как же круто нюхать, а. Как же круто. Как же круто. Это очень круто, друзья. И не дай бог, не дай бог вам потерять нюх. Не дай бог. Так, я хотел посмотреть, что это у нас за яма такая. Ну, я сначала хотел сунуть и сказать, что это силосная яма, но нет никакая не силосная яма, потому что здесь силос нет смысла было. Ух ты. Ого. Здесь силос, ну, не было смысла заготавливать, потому что зачем потом везти? Лучше там сделать ничего себе. Что это было? Ого. Скорее, скорее всего, что это была землянка, друзья. Смотрите, спускаться не буду уже. Вот бревна такие по бокам. Е-мое, наверное, землянка-то была. Хотя, навряд ли. Если была бы землянка, крыша бы была упавшая внизу. Ну, что-то. Это, наверное, скорее всего какие-то хоз, ну, так сказать, коспостройка была какая-то. Интересно. Интересно. Ну, друзья, живу здесь всю жизнь. И только сейчас, смотрите. И только сейчас какие-то вещи нахожу. Потому что открывается горизонт. Это что? Это ведро. Древнее. Старинное ведро, друзья. Даже не прострелено. Прикольно. Да, еще хочу сказать, что сильно устал очень. Прошел где-то, ну, не 20, наверное, около 20. Ну, не знаю точно километров. Вот. И уже плечи болят от рюкзака. Ну, раньше такого не было. Но, опять же, я вам еще еще раз говорю. Я был в отпуске в деревне и занимался там строительством. Не снимал видео вообще. Не ходил по охоте. Не ходил по рыбалке. Ну, так сложилось, что пришлось, пришлось работать, в общем, по дому. Вот. Поэтому навыки. Не навыки, а, ну, в общем, как сказать, распустила я себя. Но с моими такими тренировками, хождениями. Сейчас будет хождение по избам. Сейчас только до конца выздоровлю. Ну, потому что, когда после коронавируса нельзя... Ну, и он еще, конечно, у меня не прошел. Нельзя заболевать. Надо себя, в общем, беречь. Ну, и так далее. Все. Мне предстоит обратный путь. А вам предстоит надежда на том... Надежда о том, что я чего-нибудь это буду. Друзья, смотрите, что там впереди. Такое дерево. Упавшее. Вообще класс. Люблю такие всякие штучки в лесу. Я, кстати, не поставил точку, где я лодку оставил. Ну, примерно сейчас где-то даже ориентир не посмотрел. Друзья, рябчик прямо передо мной вон полетел и сел. Я. Я. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...